В 8-й гимназии сегодня приняли 176 человек. Это учащиеся 2-й школы, 1-й и 15-й гимназий. В прошедший понедельник ребята сдавали единый госэкзамен по выбору, географию или литературу. Результаты пока неизвестны. На русский язык у школьников самые большие надежды. Именно по этому предмету выпускники рассчитывают набрать максимальный балл. Но, признаются, без зубрежки не обошлось. Правила, термины, союзы, предлоги, аргументы. Читать нужно было много. Все учить. Все учить, все повторять главное. Весь год быть в каком-то тонусе. И сейчас уже последние дни, уже так напоследок только повторяли. И основная, конечно, работа была в течение года. Экзамен для школьников всегда праздник, поэтому форма одежды соответствующая. На пункт проведения ЕГЭ пришли налегке. В руках только паспорт и черная гелевая ручка. Пронести что-то лишнее сложно. Всюду видеокамеры, которые все три с половиной часа, именно столько длится экзамен по русскому, ведут запись происходящего. Видеонаблюдение для ребят привычно, потому что это не первый год. Металлоискатели – это тоже привычно. У ребят был пробный экзамен, на котором они уже проходили всю эту процедуру, чтобы сегодня они чувствовали себя спокойно и готовились сдать экзамен. Всех участников ЕГЭ делят на группы. В каждой по 15 человек. Столько же заданий в секретном пакете. Кстати, в места проведения госэкзаменов билеты отправляют федеральной спецсвязью. Открыли конверты строго в 10 утра. В этом году экзаменационная работа по русскому языку состояла из трех частей. В первой ребята выбирали правильные ответы из нескольких вариантов. Ответы на вопросы второй части школьники должны были сформулировать самостоятельно. Третья часть – сочинение. Следующий обязательный ЕГЭ, который будут задавать выпускники по математике, он состоится 5 июня. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.